Сейчас играет. Напомню, Макарчика помните? Красавчик, трехлетний. Мы с вами уже дважды собирали денежку. Трансплантация почки требуется в Беларуси, 60 тысяч евро. И мы не случайно сегодня вышли в эфир, потому что изменились обстоятельства. Сейчас, думаю, мама расскажет подробнее. Но история в том, что почка не работает, ее имитируют специальные системы, диализ. И это, грубо говоря, каждые 4 часа малышу закачивают жидкость, которая забирает все токсины, и обратно выкачивают. То есть он постоянно находится вот здесь, в больничной палате. И, в принципе, планировали потихонечку собирать деньги, чтобы он находился здесь еще несколько месяцев. Но сейчас пошли осложнения на сердце. И оно может просто остановиться. Я не знаю, мама, расскажите подробнее, что происходит с сердцем. Диализ дает осложнение на весь организм, поскольку все равно очень высокие показатели шлаков и всего. И вот у нас сменились обстоятельства. Упала очень рефракция в адреса сердца. То есть сердце может остановиться в любой момент. Мы пьем всякие препараты, но у врачи нас очень терапят с пересадкой. То есть после пересадки это все восстановится и будет функционировать нормально. Ну а сейчас мы очень рискуем, поэтому у нас очень мало времени. Нам поскорее нужно это все сделать, чтобы ему дать шанс. В общем, друзья, теперь нужно просто как можно быстрее попытаться уже завершить сбор и искать донора и отправить Макара в Республику Беларусь, чтобы поставить новую почку. И тогда и сердцем будет нормально. Сейчас, конечно, приходится все время быть здесь в охладении, потому что иначе может просто отказать сердце. Я хочу, кстати, пользуясь тем, что мы в эфире, очередной низкий поклон всем вам за то, что вы собрали. Мы сделали опять чудо маленькое. Если вы помните, в прошлый раз мы, когда приезжали, мы сообщили о том, что собрали 700 с небольшим тысяч гривен. На данный момент уже собран 1 400 000 гривен, друзья. Это вы, это по 10, 20, по 30, по 50 гривен. И там же, туда же включены деньги, которые были перечислены за смски мои на «Танцах со звездами», то, что мы сообщали со сцены. И еще интересный факт, очень известные люди в Украине тоже решили поддержать Макара, но анонимно. И вот сюда приходили гости, очень интересные, и принесли тоже большие суммы денег, анонимно их передали. Большое спасибо тебе, о ком я говорю, они знают о ком я говорю. Спасибо большое. Спасибо всем огромное. Это сотни тысяч гривен. Макарчик, все будет хорошо. Друзья, номер карточки указан в прямом эфире. Мы сейчас с нами, когда закончим, сделаем прямую трансляцию обязательно. С реквизитами и со всей информацией, ребята, пожалуйста, поддержите Макара. Он прекрасный. Должно все быть хорошо. Можно телефончик? Спасибо. Дебат. Мне кажется, зависит от этого. Все, снятие потом. Да? Снятие потом. Поехали. Ребята, всем, кто только что присоединился, мы в гостях нашего Макарчика. Если вы помните, у нас были посты у Димы Комарова и у меня в Инстаграме, и в Фейсбуке, и во всех соцсетях. Макарчику очень нужна помощь, у него сейчас проблемы с сердцем, и он ждет очереди на пересадку в Республике Беларусь. Нам осталось собрать 15 тысяч евро. И уже собрано больше миллиона гривен. И все благодаря вам. Миллион четыреста. Да. Миллион четыреста собрали, друзья. На секундочку. Дима Комаров. Спасибо. Иван наш Макарчик и его мама. Совсем скоро мы выложим пост, и я, и Дима, где напишем все реквизиты и всю информацию по поводу Макара. Всем спасибо, кто смотрел наш прямой эфир. Заходите на Фейсбук, в страницу Димы Комарова, у него тоже там прямой эфир. Если что, посмотрите. Я еще в Инстаграм сейчас выйду, да? Да. И спасибо, кто смотрел и поддерживал, и сбрасывал, хотя бы, ребята, по пять гривен. Каждая гривна очень-очень важна. Спасибо огромное. Даже за одну гривну. Спасибо. Все пишут, поддерживают. Такие переводы, кстати, были. Да, ребята, правда, одна гривна, но вот поверьте. То есть вот миллион человек по одной гривне, раз, а он найдет два миллиона подписчиков. Поэтому мы верим в то, что будет у Макарчика, все хорошо. Привет, привет. Он улыбается внутри, молодежь. Макарчик. Максим, скириншотик хочу. Маши, скириншотик, да. Отлично. Все, завершаем. Давайте. Дорогие друзья, привет. Я надеюсь, что мы уже в прямом эфире. В эфире, да? О, все, вижу, пошли лайки, пошли присоединяются зрители. Я сейчас нахожусь в клинике Ахмадед. Вместе с всем вам известной Надичкой Дорофеевой. Всем привет. И мы пришли в гости к нашему другу Макарчику. Макарчик, привет. Маши, привет. Смотри, что ты так любишь. Если вы помните, то где-то месяца полтора назад мы начали собирать макаронную операцию. У Макара не функционирует почка. Макарчику три года. И почку ему имитирует диализ. То есть ему четыре или шесть раз в сутки закачивают жидкость каждые четыре часа, которая собирает все самое... Я просто смотрю, что тебе люди пишут. И знаешь, что мне нравится? Сразу пишут, где реквизиты, куда сбрасывать. Реквизиты сейчас на Фейсбуке. Уже есть. Сейчас пройдет прямой эфир. И я сформулирую свои мысли. И выложу обязательно пост в Инстаграме. Там будут все реквизитики. И, друзья, суть в том, что получается сейчас этот диализ заменяет ему почку. То есть эта жидкость, которую вкачивают каждые четыре часа, она собирает в себя все шлаки и все токсины. И почему мы сегодня срочно приближали, примчались? Потому что на фоне вот этой болезни, на фоне диализа пошло осложнение на сердце. Как это правильно сформулировать? Что происходит сейчас с сердцем, Макара? Упала фракция сердца. То есть сердце очень мало выбрасывает заодно сокращение крови. И это нам чревато чем? Это чревато тем, что сердце может в любой момент остановиться. То есть, друзья, теперь нужно срочно найти донора и срочно отправлять в Беларусь на трансплантацию почки. Поэтому нам нужно ускориться. А теперь о хороших новостях и благодарность вам. То есть мы собрались с вами с прошлого раза, когда мы с Надей здесь встречались, с Макарчиком. Мы сообщали, тогда было 700 тысяч гривен. Сейчас, на данный момент, миллион четыреста гривен, даже чуть-чуть больше. И нам не хватает всего 15 тысяч долларов для того, чтобы могли провести трансплантацию почки. Хочу сказать про эти миллион четыреста, друзья. Это те деньги, которые перечисляли вы, буквально начиная с пяти гривен от человека и заканчивая там. В среднем суммы 100-200 гривен. Есть по 50, есть по 10, есть по 20. Что еще интересно. Очень известные в Украине люди, которые тоже решили подключиться, сделать это анонимно, уже приходили сюда тоже к Макарчику и приносили большие суммы, но просили этого не разглашать. В эту же сумму включены деньги за смс-ки с танцев со звездами. И нам не хватает сейчас 15 где-то тысяч долларов, и тогда мы малыша сможем отправить уже в Беларусь. Я прошу, давайте сделаем последний рывок, финальный, в хорошем смысле слова, потому что действительно мы можем это сделать. По одной гривне, миллион человек, и все, вопрос решен. А нам даже меньше нужно. Поэтому я скоро размещу пост. Прошу, пожалуйста, давайте еще раз подключимся. И вот этот малыш, он очень сейчас в рискованной ситуации. Потому что кроме того, что почечки нет, еще и сердце теперь отказывает. Посмотрите на него. Ну разве можно такому красавцу не помочь? Куда скинуть деньги? Буквально вот скоро появится пост, и уже на фейсбуке у меня на официальной страничке есть реквизиты. Скоро мы обновим везде. Ну а что вы хотите еще сказать? Ну, я хочу поблагодарить всех, кто уже помог, и попросить помочь нам уже, чтобы мы справились со всеми нашими проблемами. Помочь Макару, наконец-то, для себя, чтобы мы ускорились с операцией. Все будет хорошо обязательно. Спасибо. Спасибо, друзья, вам большое, каждому. Вы не представляете, насколько это трогательно. И даже иногда не верится, когда видишь эти суммы, которые собираются вот покрупиться понемножечку. Наш с вами фонд Чашка кофе, он круче, чем... Я не хочу, нет, я ни в коем случае не буду этого говорить. Я буду говорить, что вообще-то государство должно заниматься вот такими детками, помогать и лечить. Но если оно не в состоянии это сделать, давайте это сделаем мы. Спасибо сейчас клинике Ахмадед, которая помогает поддерживать Макара вот в таком состоянии. Но без Беларуси нам не справиться. Спасибо огромное. Надечке огромное спасибо Эдура Феевой и всем ее подписчикам. Спасибо Диме Комаровой, спасибо всем, кто скинул хотя бы по 5 гривен. Правда, это очень важно. Любое внимание нам и у Макара все будет хорошо. Мы все верим в самое позитивное, в самое лучшее. Спасибо огромное всем. Спасибо огромное, все. Макарчик, посмотри, скажи пока-пока. Машли пока. Пока. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok